Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Вот уже больше месяца не утихают страсти вокруг генерального плана Барнаула. Документ, от которого зависит не только внешний облик, но и развитие столицы, края, сначала жестко раскритиковали местные архитекторы и общественники, а после за выбор места для будущего полигона ТБО и рядовые барнаульцы. В итоге генплан отправили на доработку. С чем принципиально не согласны алтайские эксперты и каким должен быть документ будущего, спросим у профессора Института архитектуры и дизайна технического вуза края Виктора Читошникова. Здравствуйте, Виктор Дмитриевич. Добрый день. Вот скажите, столь повышенный интерес к генплану, почему он возник? И хорошо это или плохо? Ну, во-первых, по новому законодательству генеральный план подлежит обсуждению на публичных слушаниях в обязательном порядке. Поэтому, значит, интерес этот возник в силу процедуры. Во-вторых, в процессе рассмотрения материалов, которые были опубликованы, возникли ряд вопросов, на которые в разумительных ответах не было получено. Естественно, обстановка, исходя из этого, накалялась и, в конце концов, это выплеснулось в протестное голосование или протестное проведение этих публичных слушаний. То есть, эта обстановка, в общем-то, была предсказуема и ожидаема. Ну, вот на вашем опыте, прежде такого резонанса вокруг генеральных планов Барнаула не возникало? Нет, я не припомню, чтобы такие ситуации возникали. Ну, очевидно, что решения, которые предлагались проектировщикам, ну, слишком уж неудовлетворительны, скажем так, мягко. И не получилось диалога, чтобы в рабочем порядке снять эти вопросы или хотя бы получить разъяснение на них. Виктор Дмитриевич, ну, а какие главные-то ошибки, на ваш взгляд, допустили столичные разработчики? Ну, во-первых, решения, которые принимаются в генеральном плане, должны обосновываться на сравнении альтернативных вариантов. Градостроительство – это такая область, когда решения принимаются не по интуиции, не по вдохновению, а основываются на экономических, на технических расчетах, на рассмотрении альтернативных вариантов, их ценовом сравнении, и уже на обсуждение выносится оптимальный, с точки зрения всех факторов, оптимальный вариант. Такие расчеты не были представлены? Такие расчеты не были представлены. Поэтому возникли вопросы, и поэтому возникла такая, ну, скажем так, не совсем здоровая обстановка. Ну, а какие все-таки недочеты вы бы назвали, выделили? Может быть, то, что отказались от застройки города по его контурам, да, сосредоточились в центре? Или, может быть, то, что решили ликвидировать, как я поняла, поселок Затон? Вот что можете привести в пример? Ну, в общем-то, вы назвали один из основных моментов, который вызывает вопросы. Это стратегия, которая заложена в генеральной плане, на размещение застройки уже в черте существующего города и акцент на реконструкцию застроенных территорий. Таким выводом должен был предшествовать анализ. Ну, вот если проанализировать предыдущие генеральные планы, там также закладывалась значительная реконструкция уже застроенных территорий. Вы против точечной застройки, я правильно поняла? Я против точечной застройки. Значит, реализация этих генеральных планов говорит о том, что основная масса, основной объем жилищного строительства развивался все-таки на свободных территориях. Почему? Инженерные коммуникации там лучше или что? Понятно, экономика в целом лучше, потому что в случае реконструкции нужно реконструировать, осуществить не только снос жилья, но и реконструировать существующие инженерные сети, реконструировать уличную дорожную сеть, строить объекты соцкульпыта, прежде всего детские сады и школы. То есть строительство на свободных территориях, очевидно, предпочтительное с точки зрения экономики. И вот все предыдущие генеральные планы, вернее, анализ их реализации, как раз говорит о том, что основное, как я уже сказал, основное строительство ведется на свободных территориях. Я не думаю, что сейчас сложилась такая экономическая обстановка, что город готов застраиваться именно по такому направлению. Я не против реконструкции центральной части города. Это естественный и нормальный процесс. Вопрос в соотношении объемов строительства. Если мы закрываем территориальное развитие, сосредоточиваемся в пределах существующей застройки, мы тем самым оставляем застройщика без какой-либо альтернативы. В идеале застройщик должен сам выбирать площадку, проведя какой-то экономический анализ, и определиться, где ему выгоднее. Давайте тогда еще один момент обсудим, который я не могу обойти стороной. Это выбор места для строительства будущего полигона ТБО. Эта тема стала основным раздражителем для населения. Между тем, разработчик генплана Анастасия Немчинова в ответ на критику сказала, что в общем-то они эту площадку рассматривали потому, что она была указана в прежнем генеральном плане. То есть учитывали опыт архитекторов-предшественников. Что можете сказать? Какую площадку рекомендовали бы вы? Если проектировщики ссылаются на опыт предшественников, это, наверное, не самый лучший аргумент. Потому что любое решение, как я уже говорил, должно подкрепляться альтернативными предложениями. А главное, в конкретном случае, должно подтвердиться исследованиями. И уровнем грунтовых вод, и направлением стоков, и направлением ветра. Поэтому, коль скоро они взялись за корректуру генерального плана, на них уже ложится ответственность в принятии того или иного решения. Но вот эта площадка вас тоже не устраивает как архитектора? Нет, не устраивает. Какую бы вы предложили? Как архитектора. Но главное и веское слово должны все-таки сказать специалисты, в данном случае экологии. Ну вот известно, что генеральный план сейчас уже отправили власти на доработку. И его новая версия должна быть представлена в июне. Что дальше? Публичные слушания будут? То есть есть возможность еще доработать документы? Ну, возможность всегда есть. Все будет зависеть от того, насколько проектировщики прислушиваются и сделают выводы из тех замечаний, которые высказали. Насколько я знаю, более 300 предложений поступило в их адрес. Насколько они, так сказать, трезво и взвешенно ответят на эти вопросы. Потому что вот предыдущий опыт показывает на то, что они говорят, да, это эмоции, это неконструктивный разговор, это эмоции местных специалистов. Либо еще проще, да вы просто не читали документы. Но ведь это не так. Нет в документе ответов на эти вопросы. И в завершении интервью вопрос с таким политическим подтекстом. Сейчас в городе много разговоров о том, что за такой вот полемикой, резонансом вокруг этого генплана кто-то стоит. То есть есть люди, которые искусственно подогрели к этому документу вот такой интерес. Как вы считаете, на самом деле есть крайние или же это просто вот так сложилось? Я думаю, здесь крайних искать не следует. Потому что в таком течении событий участвуют два фактора. Это собственность содержания и решение генерального плана. И второе, это то, что, как я уже говорил, на вопросы общественности и профессионального сообщества так и не получено ответов. Значит, я готов ответственно заявить, что, ну во всяком случае, за архитектурное сообщество города Барнаула вот нас меньше всего интересует политическая составляющая или политические нюансы этого момента. Нас интересует содержательная часть генерального плана, технические вопросы и их решения. Пока вы не получите ответа, критика, наверное, и будет. Да, если ответов не будет получено, критика будет продолжаться. Более того, значит, сейчас пройти повторно публичное слушание, имея вот такой негативный опыт, дискредитацию, будем говорить, дискредитацию проектировщиков, разработчиков генерального плана будет гораздо сложнее. Спасибо за ваши ответы. А я напомню, что генеральный план Барнаула мы обсуждали с профессором Института архитектуры и дизайна технического вуза Края Виктором Читошниковым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok